Да, на связи, блядь, пропала связь, у меня тут звонок ещё был. Кстати, телефон реально круче работает, намного круче, прям радует он меня. Паш, не знаю, какое сообщение, я, может быть, блядь, не успел, у меня там всё потухло, вот. Подозрения по поводу чего? Да, у меня как-то в машине я особо не парился, я тут особо никогда ничего не транслировал. Поэтому у меня нет держателя никакого. Я, в принципе, и не планирую транслировать, просто сегодня так получилось. Потому что на этой связи дебильной хер чё ну транслируешь. Ага, что-то тебе это подсказывает, какой ты проницательный. Да, Паш, это так. Ну, тут народ уже в теме, ещё днём спалил. Да, по-моему, только ещё, не знаю, кто не догадался ещё. Спасибо, Паш, надеюсь, всё будет суперзамечательно. Хочется так спокойной жизни, если честно, без всяких. Я, на самом деле, не бабник и по бабам не шляюсь. Мне вот эти вот одна, вторая, третья, мне это никогда не было, мне это напрягает. Мне нужно спокойствие и одна, чтобы была рядом всегда. Самое главное, чтобы это был человек, который меня понимает. Во Внуково. Еду во Внуково. Да, восстановил перископ, ребят, кто ещё не слышал. С нового телефона вообще огонь. Ну, здесь единственное, что только связь, конечно. Ну, блядь, как вам картинка, кстати, нормальная? Да всё правильно ты подумал, Паш, да. Я не улетаю, я встречаю. Блядь, всё-таки от телефона много зависит. От связи, конечно, зависит, но от телефона тоже. Реально. Я вот сейчас сам смотрю на экран, просто радуюсь. У меня, блядь, в экране картинка сочнее, ярче, красочнее, даже в темноту, чем я вживую вижу. Чё, Паш, честно? Картинка такая была, но у меня на экране зато заебись. Вот. Похуям. Посмотрим в записи. Ну, зато, по крайней мере, блин, ничего не глючит. Да, это S7 Edge. Да, разобрался немного. Надо сейчас перекачать сюда всё. Экран, и процессор, и память. Здесь всё ок. Всё лучше, чем везде. Единственное, знаете, какой косяк? У него закруглённый стеклянный экран. Боковые кнопки, блядь. С моими пальцами чё-то так неудобно. Вот реально, чё-то неудобно. Я пока, ну, привыкаю. Не, на тренировку сегодня не поеду. Пальцы сосиски, да. Пальцы сосиски, это точно. Вот. Кстати, этот чувак сказал, что этот телефон может транслировать Wi-Fi. Ну, кто не догадался, кого встречаю, не скажу. Потом поймёте. Пусть будет интрига. Блин, ребята, хомяка не выбрал. У меня уже этот пулемётчик, как его, не пулемётчик, а кикбоксёр уже достал. Реально. Когда поедем, Хаммер, смотрите, когда поедем. Он уже в четверг или в пятницу у меня планирует забрать Рэнджи. Бабло отдать. Поэтому я всё это никак Хаммер не присмотрю. Да, конечно, сейчас ночью, блин. И то он не зернит, так мне нормально показывает экран. Я, короче, сегодня на радостях, блядь, пошёл покупать батарейку, купил телефон. Блин, я не знаю, завтра, наверное, не получится у меня Хаммер смотреть. В среду, в четверг надо будет решить эту проблему. Ё-моё. Да, всё из-за баб. Одна тренировка, я думаю. Я на самом деле не пропущу, я отработаю. Я не помню, когда я пропускал-то. Я каждый день херачу. Поэтому один раз в два месяца можно. Я пропустил тренировку, когда в Таиланд с дочкой прилетел. В день перелёта пропустил. Потом каждый день тренировался. И пропустил, вот пропускаю сегодня. Да нет у меня никаких блатных номеров, Паша. Чё ты? Я не страдаю этой фигнёй. Не страдаю я этими всякими блатными там. Нет, не шабуть. Чёрный с чёрным салоном. Чёрный Хаммер с чёрным салоном. И хотелось бы Хром пакет. Мне нравится Хром. У меня чёрный здесь салон полностью. Всё чёрное. Мне это нравится больше. Я ненавижу бежевый салон. Светлый, коричневый. Хорошо будем встречать. Я всегда тренируюсь. Но если в лёжку температура под 40, тогда, наверное, не пойду. Не, потолок, сука, светлый. Потолок не чёрный. Чёрный потолок это уже, по-моему, кто-то... Блядь, это не мой поворот. Блядь, ты чё, попутал, что ли? Блядь, видели, а? Блядь, чё за жопа здесь творится? У-ху! Может, связь всё-таки пропадать. Интернет, но... Ну, блядь, Внуково, по-моему, сюда. Ой, это полоса, а. Чё, связь? Ребят, тишина. Зависли. Алло, есть кто живой? Пиздец. Походу. Блин. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ПО- ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...